На фоне обширных территориальных изменений египетского султаната, усиление роли монарха казалось вполне логичным решением. Только султан, правивший железным кулаком, мог привести эти земли к благополучию и процветанию. В 1941 году никто из ныне живущих не мог помыслить о федерализации. Однако правящая элита была по-прежнему разделена. То же самое касалось и военного командования. Одни родили за скорейшее установление контроля над Суэцким каналом, другие мечтали о деколонизации Маргиба. Оба из вариантов означали тяжелейшее противостояние, в первом случае с могущественной Германской империей, во второй со стремительно набирающей силу Французской республикой. Привлечение иностранных инвестиций могло помочь в надвигающемся противостоянии. 29 мая 1941 года все наши подразделения, базируемые близ Каира и Порт Саида, готовились к решительному штурму. Императору Вильгельму был направлен ультиматум, который тот проигнорировал. В результате чего 8 июня 1941 года войскам был лондон четкий приказ начать штурм. Судя по всему, Германская империя до конца надеялась, что мы блефуем. Однако Египет уже провел надлежащие переговоры с Французской республикой, потребовав право прохода. 40-тысячное египетское войско отправлялось на линию фронта Алжир-Касабланка. Нам удалось усилить линию обороны союзника, после чего мы перешли к планомерной контратаке. Нам стоило обратить пристальное внимание на северную часть линии фронта. Благодаря безалаберному французскому командованию, большая часть их сил оказалась заперта в окружении. У нас было слишком мало сил для подготовки операциям. Однако точным выверенным ударом нам удалось прорвать оборону неприятеля и спасти запертые подразделения. В то же время во дворце Зултана царил сущий хаос. Все прекрасно понимали, что у Египта имеется неплохая, хорошо развитая сухопутная армия. Однако долгое время мы и помыслить не могли о нормальном флоте и уж тем более о его содержании. Однако сейчас в нашем распоряжении появились новые производственные мощности, разгоняющие нашу экономику до каких-то невиданных европейских высот. Но вернемся ненадолго на театр военных действий, ведь в центральной части линии фронта располагался хороший узел снабжения. Мало того, что он вполне может послужить неплохой базой для развития нашего дальнейшего наступления, так и еще врагу снабжением подпортим. Контратака немецких марионеток не возымела ровным счетом никакого серьезного эффекта. Более того, она позволила прощупать прежь в обороне неприятеля и спланировать дальнейшее наступление. Однако ремесло войны это не основная забота государя. В середине сентября 1941 года Султан учреждает план по масштабной электрификации всего Египта. А уже в октябре 1941 года начинаются полномасштабные выборы. Да, даже великому Султану приходится поддерживать у народа иллюзию выбора. Одновременно с этими событиями Тунис объявляет о независимости от Французской республики. У Египта открываются прекрасные перспективы по усилению контроля в Северной Африке. Однако какое-то время нам придется немного подождать, ведь Французская республика заперта между молотом и наковальней. И пока граждане свободного Египта празднуют, 2-я египетская армия готовится к вторжению на территорию Туниса. На данный момент французские войска довольно вяло контратакуют и все же им удается достигнуть определенных успехов. Очевидно, что с введением в бой свежих сил ситуация переворачивается с ног на голову. Ускоренным маршем наши войска пробиваются на север, занимая Тунис. Одноименное государство выбрасывает белый флаг. В результате данного противостояния северная честь страны достается нам. Мы получаем в свое распоряжение неплохой плацдам для будущего вторжения на территорию Франции, если так пожелает султан. К счастью для нас, противостояние на Марокканском театре военных действий достигает своей развязки. К концу января более 12 дивизий Германской империи и ее союзников оказываются заперты в окружении и практически мгновенно уничтожаются плотным огнем артиллерии. Мы вновь возвращаемся на стезю позиционной войны. Однако теперь у прогерманских марионеток не остается времени на перегруппировку. Нам удается наступать на всех направлениях. В начале февраля 1942 года египетские подразделения прорывают линию фронта, приближаясь практически плотною к столице Марокко. К сожалению, атака по северному направлению несколько отстает, но и там есть свои локальные успехи. К сожалению, судя по всему, на какое-то время нам придется немного ослабить наступление. Ведь мы планируем развертывание еще куда большего количества подразделений вкупе с наступлением на турецкую границу. К сожалению, товарищ Сталин там несколько переиграл нас. Получив доступ к турецким землям, он станет серьезной угрозой для нашей империи. Теперь, когда наша страна прекрасно электрифицирована, а дамбы Нила продолжают вырабатывать энергию, давая нашим людям рабочие места, самое время обратиться к их просвещению. Открытие школ, больниц и в первую очередь университетов станет основной задачей правительства. Из-за масштабной индустриализации у нас тотальный дефицит качественных специалистов. Перенесемся в недалекое будущее, а именно 20 апреля 1942 года. На востоке Германии открывается второй фронт против Евразийского государства. Казалось бы, что дни Германской империи сочтены, а не тут-то было. Пока что Кайзер неплохо держится, организовав грамотную оборону. Но все-таки что-то нам подсказывает, что в ближайшее время наша африканская кампания подойдет к концу. Однако это не последняя наша африканская кампания, поэтому нужно приспособиться к условиям ведения боевых действий в этих негостеприимных просторах. Июль 1942 года станет последним месяцем нашего наступления. В пригородах Касабланке расквартировано более 200 тысяч вражеских подразделений. Уничтожение всей живой силы на этом театре ведения боевых действий парализует военные кампании Кайзера во всех регионах. Мы сможем направить освободившиеся силы на штурм Берлина. Примерно в это же время начинается создание корпуса элитных подразделений Миджаев. По сути дела это аналог военной полиции, которая будет плотно сотрудничать с Кражданской. Учитывая количество вновь приобретенных территорий, это решение давным-давно напрашивалось. Итак, нам удалось завершить штурм Касабланке и нанести войскам Кайзера непоправимый урон. Теперь нас ждет полномасштабная кампания в Грузии. У нас имеется три практически полностью укомплектованных армии, и будем надеяться, что этого будет вполне достаточно для того, чтобы закончить эту кампанию победой. Первоначальное наступление шло более-менее успешно. По большей части нам удалось грамотно штурмовать вражеские оборонительные редуты, а наспехо-расквартированная армия недалеко от Турции помогла закрыть бреши в обороне. Курды быстро капитулировали, потеряв столицу. Часть объединенной грузинской и турецкой армии оказалась заперта в окружении и мгновенно ликвидирована. Нам оставалось лишь стабилизировать линию фронта и нажать новую атаку. В свою очередь на грузинской линии фронта мы действовали куда более смелее, однако усиленные бункерами линии укреплений противника могли сломать зубы даже самому мастерски подготовленному наступлению. Нами было принято решение уповать на численное превосходство и окружать некоторые хорошо укрепленные части товарища Сталина поодиночке. К началу сентября 1942 года грузинская армия была развеяна по ветру. Наиболее боеспособные части противника отступили к столице, сформировав практически непробиваемую оборону. Благодаря качественной линии укреплений там вполне в себе могла держать оборону одна-две дивизии. Наиболее логичным вариантом развития событий было взять столицу в окружение, после чего с координированным ударом избавиться от остатков сил защитников в регионе. Однако нам было важно как можно быстрее завершить эту кампанию для того, чтобы перебросить войска на германскую линию фронта. Мы внесли существенный вклад в это противостояние, а значит за нами и будет решающее слово за столом мирных переговоров. Благо Грузия более не могла долго сопротивляться, ведь большая частью числа оставшихся подразделений было окружено. Как приятный бонус мы избавились от призрака Османской империи. Перед началом планомерного наступления в Европе, давайте проведем реформу образования. Теперь, когда наши подразделения находятся на боевом дежурстве, мы начинаем наступление от 27 ноября 1942 года. Попутно мы продолжаем реализацию масштабных социальных преобразований. Искоренение неграмотности становится краеугольным камнем нашей политики. Символично, но именно в этот момент наши войска штурмуют Нюрнберг и Франкфурт. Дни Германской империи сочтены. Им остается лишь надеяться на милость султана. 27 декабря 1942 года мы начинаем последнее наступление по северной линии фронта. В ходе наступления мы планируем пробиться к узлу снабжения в Гамбурге и занять железнодорожную ветку по направлению к Берлину. Однако уже сейчас до наших ушей доходят слухи о крахе Райхспакта. Союзники Кайзера покинули его, он остался один на смертном адре. Очевидно, что у Кайзера недостаточно хорошо вооруженных людей. Он выбрасывает белый флаг, ведь дальнейшая надежды на сопротивление по бусту нет. А ведь мораль всей истории состоит лишь в том, что не стоит забирать у египтян Суэцкий канал. Ведь если бы Вильгельм пожел на территориальные уступки, наши войска уже давно праздновали в Тунисе. Но ведь как круто, на самом деле изменился баланс сил, ведь совсем недавно ведущие европейские державы пытались строить колонии в Африке. А сейчас мы дошли до того состояния, когда Египет одна из ведущих мировых держав. Действительно прекрасными новостями также является тот факт, что территория Марокко полностью переходит под наш контроль. И да, конечно же было бы неплохо получить хотя бы какие-то колонии в Индокитае, но к сожалению здесь нам удач не улыбается. Резину для самолетов придется закупать по старинке. И так собственно вот как обстоят дела с нашей державой на момент 9 января 1943 года. Удивительно, но ни у одного Египта колонии в Европе, колонии в Европе есть еще и у России, которая евразийское государство в этом моде. Что ж, в любом случае Германии мы с вами скорее всего принесем автономию и будем готовиться к освобождению всей Северной Африки от гнета Французской Республики. Самое время начать подготовку к деколонизации Маргиба. Скоро Африка будет свободна, но под флагом Египта. Решил я тут, знаете ли, выделить не только Германию, но и Марокко соответственно. Слишком много и людских ресурсов требуется для поддержки гарнизонов. Отдельная офшорная зона естественно на Кипре, но и Азербайджан тоже получает независимость. Увы, но у нас достаточно низкий уровень стабильности, поэтому султану приходится иногда прогибаться под нужды простых обывателей. В свою очередь первые две семиджаев уже расквартированы в Марокко и прибывают в порт близ Касабланке. Во время войны с французом придется контролировать эти территории как свои собственные, ведь здесь расположена неплохая линия укреплений. Если дело запахнет керосином, мы сможем отойти на хорошо укрепленные позиции и сжечь французские войска. Но что-то мне подсказывает, что это лишь необходимая подстраховка. Пока французы не ожидали наступления на свои оборонительные редуты, нам удалось довольно невлохо продвинуться. Однако теперь, когда в дело вступает Канада и союзники Французской Республики, нам придется значительно тяжелее. Основная задача для нас сейчас становится пробиться к Алжеру и Тунису, и было бы неплохо заблокировать все вражеское снабжение по морю в регионе. На самом деле, после кампании в Северной Африке против Германской империи, я думал, что нам будет гораздо сложнее противостоять французам. Теперь у нас нет возможности опереться на более могущественного и сильного союзника. Мы действуем самостоятельно, хоть и у Французской Республики совместно с Канадой есть враждебные им страны. С другой стороны, для французов сейчас ситуация крайне критическая, ведь с потерей Алжира у них полностью нарушены цепочки снабжения. Ожидаемо ожесточенное сопротивление врага в районе Туниса. Но что-то нам подсказывает, что враг вряд ли успеет собрать в этом регионе хотя бы маломальски боеспособное ополчение. 28 марта 1943 года нам удается отрезать северные подразделения противника от основной линии фронта. К сожалению, здесь не столь много дивизий, но даже их ликвидация нанесет противнику существенный урон. Нам остается лишь разобраться с угрозой на севере и окончательно капитулировать французов. Вполне возможно, что для этого нам придется немного пройтись маршем на юг, но чего не сделаешь ради победы. Итак, Франция объявляет безоговорочной капитуляцией под нашу полный контроль всей ее территории в Северной Африке. Триумф, победа, скажете вы, но как бы не так. У нас еще есть определенные проблемы и в первую очередь нам нужно разобраться с Грецией, Канадой и желательно нанести полное поражение Индусу. До декабря 43-го года у нас были серьезные проблемы, ведь Канада была вне зоны досягаемости. Однако с присоединением в войну одной из Америк, на которой продолжается гражданская война, у нас появился шанс на победу. Удивительно, но Америка обычно является довольно мирным государством до тех пор, пока не решит свои внутренние проблемы. И когда казалось, что победа уже близка и, собственно, Канада находится у нас в кармане, Соединенные Штаты Америки объявляют о перемирии со статусом Кво. Хорошо, что на территории Канады у нас расквартирован довольно неплохой гарнизон, который вполне возможно сможет пробиться к Монреалю. Это значит, что у нашей армии в ближайшее время появится снабжение и мы сможем продолжить наступление. С потерей Атавы дух канадского сопротивления будет окончательно сломлен. Сейчас мы практически полностью уверены, что победа лишь вопрос времени. Кстати, если так подумать, американцы неплохо так поступили, урвав небольшой кусок и заключив перемирие. Это значит, что Каскадия, судя по всему, останется под контролем американцев. Последний марш до сколько-нибудь значимой точки сопротивления врага и Торонто переходит под наш контроль. Нас ждали еще долгие месяцы войны, но я думаю, абсолютно никому не интересно, как египетские войска высаживаются на юге Африки. Как результат, Египет одержал победу, о которой я даже и помыслить не мог. Я думал, так, немного пободаемся за Суэцкий канал, дождемся того момента, когда германская имбирия будет выбита могущественными соседями и попытаемся хотя бы какие-то территории урвать у французов. До последнего надеялся, что нам придется капитулировать только французскую республику и в результате чего произойдет какой-то ивент, который, как обычно, ну знаете ли, в подобных модах, мирит нас с соседями. Но нет, нам пришлось воевать до самого победного конца и, собственно, теперь Египет это могущественная колониальная держава. Будем надеяться только на то, что султан не уподобится европейским державам, таким как Великобритания. А его подданные будут жить долго и счастливо и умрут в один день. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про Телеграм, Дискорд и вкладку сообщества. А если есть возможность поддержать мой проект, то ссылка на Донейшн Алёртс в описании, это очень поможет развивать проект и улучшать оборудование. Как всегда, я благодарю всех и каждого за просмотр, всех обнял, до новых встреч, пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok